Боги и герои Древней Греции. Подвиг Геракла, скотный двор царя Авгия. Олимпийские игры. Древнегреческие боги, согласно верованиям древних людей, высшие существа. Они олицетворяли силы природы и управляли жизнью людей. Эллины поклонялись богам. Они наделяли их красотой, волшебной силой и бессмертием. Древнегреческие боги создавались по образу и подобию человека. Они могли быть добрыми, милостивыми, милосердными, а также коварными, злыми и мстительными. Местом своего пребывания древнегреческие боги избрали гору Олимп. Высоко на светлом Олимпе царит Зевс, окруженный прекрасными и бессмертными богами. Рядом с ним его жена, богиня Гера. А также златокудрый Аполлон со своей сестрой Артемидой. Вечно молодая богиня любви Афродита, могучая дочь Зевса Афина и много других богов. Пирует боги в своих золотых чертогах, построенных богом кузнечного дела Гефестом. Солимпа Зевса рассылает людям свои дары и утверждает на земле порядок, закон и гармонию. Древнегреки верили, что любые события в жизни человека свершались только по воле богов. Даже самое маленькое событие считалось знаком проявления их воли. Эллины поклонялись не только богам, но и героям. Кого они называли героем? Обратимся к толковому словарю. Первое значение. Герой – человек, совершающий подвиги, смелый, мужественный человек. Второе значение. Герой – главное действующее лицо литературного произведения. В Древней Греции слово «герой» имело такое значение. Это сын или потомок божества и смертного человека. Он наделен нечеловеческими возможностями и непомерной силой, но в отличие от богов, герой смертен. Герой может по воле богов получить бессмертие, вознестись на Олимп и стать богом. Очень часто герои выполняют волю богов. Каждый народ мечтал об идеальном герое и создавал его образ в своих сказаниях. Такой герой был и в Древней Греции. Звали его Геракл. Легенды донесли до нас рассказ о двенадцати подвигах Геракла. Каждый из этих подвигов является отдельной, не похожей на все остальные истории. Гераклу пришлось пройти множество испытаний, непостижимых для простого смертного. Геракл – сын бога Зевса и смертной женщины-красавицы Алкмены. Зевс уготовил для него судьбу царя Персеидов, но ревнивая жена Зевса, богиня Гера, решила перехитрить своего царственного мужа и взяла с него клятву, что царем станет тот из этого рода, кто первым родится. Благодаря хитрости Геры первым на свет появился слабый и больной Эврисфей, а Геракл родился вторым. Узнав о таком коварстве, Зевс заявил, что не нарушит своей клятвы, но сделает Геракла могущественнее и сильнее всех царей на земле. Зевс повелел, «Когда этот мальчик вырастет, он совершит двенадцать великих подвигов, и в награду за эти подвиги вы, боги, сделаете его бессмертным. Так решил я, Зевс. Горе тому, кто вздумает изменить мое решение». Богиня Гера приняла это решение Зевса, но продолжила свои попытки уничтожить Геракла. Когда Геракл был еще младенцем, богиня подослала к нему двух ядовитых змей, но им не удалось убить маленького Геракла. Он взял в каждую руку по змее и задушил их. Геракл вырос и женился. У него родились прекрасные дети, которых он очень любил, но Гера наслала на героя безумие, и он убил своих детей. Чтобы искупить такой грех, Геракл отправился в добровольное изгнание и в Дельфах встретился с Оракулом, предсказателем будущего. Оракул провозгласил волю богов. Гераклу необходимо отправиться в Теринф на службу к царю Эврисфею и в течение 10 лет выполнить 12 его поручений. Если герой справится с этим, то станет бессмертным как боги. Вот так могучий Геракл оказался в услужении слабого и глупого царя Эврисфея. Геракл честно выполнял все поручения Эврисфея, которым становилось все труднее находить для героя сложные и опасные для жизни задания. Однажды Эврисфей дал новое поручение Гераклу. Герой должен был очистить от навоза весь скотный двор Авгия, царя Элиды. Авгий был сыном бога солнца Лучезарного Гелиуса. Бог солнца дал своему сыну неисчислимое богатство. Среди многочисленных стад Авгия было 300 быков с белыми как снег ногами, 200 быков были красные как седонский пурпур, 12 быков, посвященные богу Гелиусу, были белые как лебеди, а один бык, отличавшийся необыкновенной красотой, сиял подобно звезде. Конечно, такое описание богатства несколько необычно для современного человека, но у древних греков домашние животные были главными кормильцами семьи, и поэтому богатство измерялось их количеством. Геракл предложил Авгию сделку. Он очистит за один день весь его громадный скотный двор, а Авгий должен отдать ему десятую часть своих стад. Авгий, который был уверен, что Геракл не справится с этим заданием, согласился, ведь его скотный двор никто не чистил в течение 30 лет. Но Геракл прибег к хитрости. Он сломал стены скотного двора и пустил в пролом воду двух рек, Алфея и Пинея. Вода этих рек в один день унесла весь навоз, и скотный двор очистился, а Геракл снова сложил стены. Но гордый царь обманул Геракла и не отдал ему обещанной десятой части стад. Страшно отомстил Геракл царю Элиды. Через несколько лет, уже освободившись от службы у Эбрисфея, Геракл вторгся с большим войском в Элиду, победил в кровопролитной битве Авгия и убил его смертоносной стрелой. После победы собрал Геракл войско и принес жертвы олимпийским богам. Он выбрал равнину, посадил на ней оливы и посвятил эту рощу богине Афине Палладе. А всем грекам предложил проводить на этой равнине олимпийские игры, которые справлялись с тех пор каждые четыре года. Олимпийские игры – важнейшее из общегреческих празднеств, во время которого объявлялся во всей Греции всеобщий мир. За несколько месяцев до игр по всей Греции и греческим колониям рассылались послы, приглашавшие на игры в Олимпию. На них происходили состязания в беге, борьбе, кулачном бою, бросании диска и копья, а также в беге колесниц. Победители на играх получали в награду оливковый венок и пользовались великим почетом. Греки вели летоисчисления по Олимпийским играм, считая первыми, происходившие в 776 году до нашей эры. Подвиг, в котором Геракл занимался таким негероическим делом, как уборка навоза, показывает, что великий древнегреческий герой был наделен не только силой мышц, но и силой ума, находчивостью и смекалкой. Этот же подвиг подарил нам выражение «Авгиевы конюшни». Это крылатое выражение применяется для обозначения очень грязного помещения, а также сильной засоренности, беспорядка в делах, требующих больших усилий для их устранения. Какие подобные выражения встречались вам в прочитанных мифах? Настоящий герой Геракл проявляет мужество, силу, стойкость, ум, хитрость, смекалку. Именно эти качества ценились древними людьми.